День Города Предновогоднее настроение под вопросом. На площади Ленина упала 15-метровая ель. И обо всем подробнее в Рязани прошли торжества, посвященные присвоению областному центру почетного звания «Город воинской доблести». В связи с этим на протяжении двух недель в нашем городе проходили мероприятия военно-патриотической направленности. Главные торжества состоялись в минувшую субботу. Красочные подробности у Романа Дворецкого. Более 300 тысяч жителей Рязанской области, которая была переведена на военное положение уже 23 июня 1941 года, ушли на фронт в первые дни войны. Больше половины из них не вернулись на родину из кровопролитных сражений Великой Отечественной войны. 5 декабря состоялись мероприятия, посвященные присвоению Рязани звания «Города воинской доблести». Они начались с возложения цветов к Монументу Победы. В фойе концертного зала гостей встречали гармонисты и приглашали подпеть песни военных лет. Ветераны, труженики тыла, курсанты военных училищ, кадеты, представители общественности, члены правительства и администрации, областной городской дум. Руководители города и области не остались в стороне от исторического события. Церемонию присвоения Рязани почетного звания торжественно открыли внесением знаменем Победы флага Российской Федерации и Рязанской области. Руководству города грамоту вручал губернатор Рязанской области Олег Ковалев. Сегодня в столице нашего региона, нашей Рязанской области, городу Рязани, вручается присвоенное почетное звание «Город воинской доблести». Знаменательно, что это происходит в год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Буквально год назад, в преддверии юбилея, городами воинской доблести стали город Михайлов и город Скопин. Потому что именно там началось контрнаступление Красной Армии, Советской Армии под Москвой, в результате которого враг был отброшен от рубежей, как нашего региона. Но и самое главное, он был отброшен от рубежей столицы нашей Родины, города Москвы. Глава муниципального образования, председатель Рязанской городской думы Андрей Кашаев поблагодарил ветеранов за их великий подвиг. Почетное звание заслужили для нас наши деды и прадеды. Это большая гордость и огромная ответственность быть достойными подвига наших предков. В любой момент стать на защиту рубежей нашего Отечества и не допустить войну. Звание город воинской доблести – гарантия того, что Рязань была, есть и будет одним из центров патриотического воспитания России. Первыми звания воинской доблести получили Скопин и Михайлов, освобожденные от немецко-фашистских войск в декабре 1941 года в ходе Московской битвы. Рязань тоже стояла на линии обороны. Старт победы был дан именно с аэродрома Дягилева. Как это произошло? Генерал Беляков, начальник первой школы штурманов, дал команду летчику майору Анискович провести доразведку в районе города Михайлов. Анискович обнаружил, что все танки колонны Гудериана шли на Москву, а 22 танка шли на Рязань. Звание города воинской доблести присваивается населенным пунктам Рязанской области на территории или в непосредственной близости от которых в ходе сражений Великой Отечественной войны защитники Родины проявляли мужество, стойкость и массовый героизм. Сейчас уже с уверенностью можно сказать о том, что каждый четвертый житель нашего региона, собственник недвижимости или транспорта, является пользователем личного кабинета налогоплательщика. 200-тысячная карта с паролем для входа сегодня была вручена жительнице Рязани. Подробнее в следующем сюжете. Личный кабинет налогоплательщика на сегодняшний день, пожалуй, самый востребованный сервис Федеральной налоговой службы. Именно с его помощью, не выходя из дома, можно узнать самые актуальные сведения о своих объектах налогообложения. Информацию об уплаченных суммах налогов, суммы переплат и задолженностей, а также осуществить оплату как задолженности, так и текущих начислений по имущественным налогам. Чтобы стать пользователем личного кабинета, достаточно подать заявление в любой налоговый орган и получить специальную регистрационную карту с паролем доступа. Как раз сегодня такую карту и получила Надежда и ее муж. Как оказалось, они стали 200-тысячными пользователями личного кабинета налогоплательщика, с чем их лично поздравили представители межрайонной налоговой службы. Это является очень удобной функцией, я считаю, так как я могу отслеживать свои налоги, не выходя из дома. Это является огромным плюсом для занятых людей, работающих. Подключиться к данному сервису можно также в рамках традиционной акции «В Новый год без налоговых долгов», стартовавшей в декабре в Рязанской области. В рамках этой акции в крупных торговых центрах, в деловых центрах организуются мобильные офисы и каждый желающий в рамках этой акции может получить актуальную информацию о своей задолженности, может подать заявление на льготу, а также подключиться к личному кабинету налогоплательщика. Налоговые органы Рязанской области на сегодняшний день стремятся к созданию максимально комфортных условий для исполнения организациями и гражданами обязанностей по уплате налогов. Этих же принципов представители налоговой службы обещают придерживаться и в дальнейшем. И еще немного о работе государственных структур. Завершить уходящий год, расплатившись долгами – хорошая традиция. А хорошие новости в том, что теперь для того, чтобы стоять свободным от задолженности перед государством гражданином, больше не нужно стоять в очереди. Современные технологии позволяют максимально упростить этот процесс. Подробности у Олеси Харлиной. Электронный сервис Управления Федеральной службы судебных приставов дает возможность самостоятельно платить долг в режиме онлайн через электронные платежные системы, а также распечатать квитанцию для оплаты задолженности в банке. Узнать о своих долгах любой гражданин может не выходя из дома. Для того, чтобы проверить наличие задолженности, достаточно просто зайти на сайт Управления Федеральной службы судебных приставов Рязанской области в раздел «Информационная система» – окно «Банк данных исполнительных производств». Для работы с банком необходимо выбрать нужный раздел «Поиск по физическим лицам», «Поиск по юридическим лицам» или «Поиск по номеру исполнительного производства». Заполняем обязательные поля, они отмечены звездочками. Для более точной идентификации указываем отчество и дату рождения. Если ваша совесть о главной биографии чиста, результат будет таким. По вашему запросу ничего не найдено. Это значит, что вы не являетесь должником. Чего не скажешь о списке Петровых Иванов. Должников с такими инициалами сразу несколько. Обидно, если уже на пограничном контроле внезапно выяснится, что для вас установлено ограничение на выезд из Российской Федерации или вы объявлены в розыск. Решить проблему с минимальными потерями лучше сейчас. Экран подскажет все способы оплаты задолженности. Это оплата госуслуг, робокасса, Киви-кошелек, вебмани, Яндекс.Деньги. Польза от информационного сервиса неоспорима и для юридических лиц, которые, кроме того, при заключении деловых сделок и соглашений могут узнать о наличии или отсутствии долга, имеющегося у других организаций. Для удобства использования можно загрузить приложение на мобильный телефон на платформе Android, Windows Phone или iPhone или, к примеру, подписаться на обновления в социальных сетях. В преддверии предстоящих праздников хочется поздравить всех с наступающим Новым Годом. Пусть он принесет вам много приятных открытий и интересных встреч. Пусть осуществляются ваши сокровенные мечты. А вы бы никогда не встречали себя и своих родственников в банке данных исполнительных производств, службу судебных приставов. В нашем городе проходит много акций, направленных на социальную поддержку детей с проблемами здоровья. А дети в любой ситуации остаются детьми. Им хочется не только внимания и заботы, но и чтобы их хвалили за труд, за работу. А в ответ малыши дарят свои улыбки от всего сердца и украшают ими этот мир. А еще украшают его своими рисунками. Выставка «От сердца к сердцу» открылась в нашем городе. Дети лучше всего умеют нести добро окружающим через прекрасное. Главное поддержать их в стремлении выражать свои мысли творчеством. Например, рисовать. В торгово-развлекательном центре «Малина» открылась выставка рисунков детей, воспитанников дома ребенка и детей с ограниченными возможностями здоровья. Само название «От сердца к сердцу» говорит о том, что малыши готовы делиться тем, о чем переживают, о чем мечтают. А взамен ждут того, чтобы взрослые подарили им свою любовь и понимание. Всего же на выставке было представлено более 220 творческих работ. Это не просто рисунки. Это внутренний мир, внутренний мир ребенка. Это его настроение, его состояние. Вчера у меня спросили, какова цель вашей выставки, а я не смогла ответить. Потому что у нас не было цели, у нас было желание. Желание показать вам творчество детей, желание поддержать детей, сказать, что мы рядом с ними, сказать, что мы взрослые рядом и с вами. Помощь в организации выставки оказали управление культура, администрация города, комплексный центр социального обслуживания населения, семья, волонтеры рязанских вузов и коммерческие организации. Для участников выставки провели веселый праздник. Дети нашли новых друзей, почувствовали поддержку, в которой они так нуждаются. А это, как известно, самое главное. И еще о детях. В Шереметьево-Песочинской школе-интернате состоялся праздник. Маленькие воспитанники приготовили концерт. Не обошлось без чаепития и угощений. Побывала на празднике Ольга Харламова. Круг друзей – необычный праздник. Он посвящен тем, кто в течение всего года помогал детям из Шереметьево-Песочинской школы-интерната. Эти люди были приглашены в качестве гостей, а ребята в знак благодарности приготовили для них интересное выступление, показы мод, танцы и даже спектакль. Этот праздник проходил под эгидой Года литературы, поэтому его сюжет был посвящен книгам. Интересный и одновременно поучительный. Каждый зритель смог окунуться в мир сказки. Этот праздник ежегодный и мы постарались сделать так, чтобы именно сегодня дети сказали спасибо, слова благодарности всем тем, кто оказывал нам внимание. Поэтому сегодня, впрочем, как и всегда в центре событий дети, их поздравления. Ну а мы взрослые, как всегда, рядом и надеемся, что год у нас успешно закончится. И мы с новыми планами, с хорошим настроением подойдем уже к новогодним праздникам, ну и к тем событиям, которые ждут нас впереди в новом 2016 году. Гости смотрели выступления ребят с большим интересом. Казалось, круг друзей объединил в одну большую компанию совершенно разных и незнакомых ранее людей. Обстановка сложилась теплая и уютная. Можно было на время забыть о повседневных хлопотах и о том, которые сейчас-час напоминали лишь старинные часы с кукушкой, висящие на стене. В этот день дети благодарили тех, кто им помогал. Однако гости пришли не с пустыми руками. Тоже в ответ приготовили подарки. Поздравили ребят с предстоящими новогодними праздниками и с тем, что Рязани присвоили звание город воинской доблести. Мне очень приятно здесь находиться, видеть горящие глаза, воспитанник. Мы видели грибную лукошку, такие рязанские грибы с глазами, глазами горящими, интересными. И самое главное, что в них светится такое желание познавать мир. И очень хочется сегодня, так как сказали о том, что у нас по сути новогодняя сегодня встреча, во-первых, поздравить всех присутствующих с наступающими праздниками. Особенно хочется поздравить нас всех с вами с присвоением нашему городу звания города воевой доблести, воинской доблести. Ну а в конце праздника всех ждали вкусные угощения и дружеское чаепитие. Ольга Харламова, Денис Беляев, телекомпания «Город». Новый год не за горами, а зима все никак не вступит в свои права. А мало того, что снега как не было, так и нет, так еще и неудачно пошутить решила природа над предновогодним настроением рязанцев. Главная новогодняя красавица ель, уже установленная на площади Ленина, упала сегодня от порыва сильного ветра. К счастью, при падении 15-метровой зеленой красавицы никто не пострадал. Украсить ель к празднику еще не успели. Ветер мощностью 24 метра в секунду стал причиной того, что ствол искусственной ели подогнулся. Сейчас администрации города ведутся переговоры с производителем изделия. Елка была приобретена в этом году и гарантия на нее до сих пор распространяется. Поэтому рязанцы могут с уверенностью рассчитывать на то, что к Новому году на привычном месте будет установлена новая нарядная красавица, которая будет радовать горожан до конца января. И на сегодня это все новости, которыми мы хотели с вами поделиться. Смотрите далее программу подробностей и прогноз погоды. А программа «День города» прощается с вами до завтра. Всего доброго и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok